Друзья, всем привет! Мы снова на нашем проекте Сумарокова в Андреевке. Строим двухэтажный дом из газобетона габаритами 9 на 9,5 метра. В последний момент заказчик добавил к своему дому полметра вот здесь вот в кухне-гостиной. Уже когда мы сделали АЭР, было время зимнее. Зимнее ожидание долгое. И заказчик принял такое взвешенное решение добавить еще полметра к своему дому, увеличив зону кухни-гостиной. Ну а сегодня у нас день заливки верхнего армопояса, который у нас в верхнем ряду укладки уже стандартно мы делаем. До этого, естественно, возвели два этажа стен из газобетона. Также сейчас подойдем, покажу. Сделали также четверти, вернее начали делать четверти. Это вот такая четверть, которая здесь выемка. Здесь будет окно стоять и прикрывать четверть будет монтажный шов окна. Вертикальная часть, она уже выпилена в самом блоке. Вроде бы как не видно, что это четверть, да? Но тем не менее, это четверть. А вот сверху, горизонтальная часть, она будет уже приклеиваться. Перемычки из газобетона. Теплая перемычка из газобетона, которую мы применяем практически всегда на наших объектах, на наших проектах. Устройство четвертей не входит в стандартные работы, потому что четверти отнюдь не всегда требуются при производстве работ делать, да? Потому что может быть утепление наружное и так далее. Но если вдруг это надо, всегда в нашей смете на сайте вы можете увидеть эти работы как дополнительные работы. Мы находимся в зоне входа в дом. Здесь у нас залито достаточно широкое бетонное крыльцо. Еще на этапе фундамента залили. Здесь вот поддоны стоят немножко не видно, может быть. Но тем не менее, сейчас покажу со всех сторон. Широкое крыльцо 5 метров. И здесь два входа. Это вот эти бетонные ступени сбоку. И спереди тоже бетонные ступени. То есть есть возможность с двух сторон на него заходить. И скажу так, что это крыльцо на самом деле можно обыграть по-разному. Это может быть открытое крыльцо, чтобы просто заходить и быть под кровлей, находиться. И это может быть закрытое крыльцо, если заказчик примет решение. Позже можно обложить здесь камнем, газобетоном и накрыть кровлей также. Это будет теплый тамбур. Использовать можно как теплый тамбур при входе в дом. То есть не использовать площадь самого дома, сэкономить на площади самого дома, а вынести теплый тамбур на крыльцо, на полутеплое крыльцо, которым можно там температуру поддерживать порядка 5-10 градусов в зимний период, чтобы обувь и одежда находились в нормальных температурных условиях. Этого в принципе достаточно. Давайте пройдем внутрь. Здесь уже снята опалубка межэтажного перекрытия. Наше классическое перекрытие. Сборная монолитная, облегченная, но тем не менее монолитная. Это наш двойной проход в кухню-гостиную или единый проход с колонной, как угодно вам хотите называйте. Первый раз такое решение на доме Сумарокова. И это решение позволит нам в дальнейшем реализовать одну из альтернативных планировок, где здесь будет стена, вот здесь вот будет стена, делить эту большую площадь кухни-гостиной, в которой мы находимся, на две комнаты. При этом в альтернативной планировке кухня, которая будет находиться здесь, в кухне-гостиной, в большой, она передвинется в жилую комнату, вот в тот угол. А гостиная останется на своем месте с выходом на террасу в заднюю часть участка. А вот в этой стороне, в этой части дома, появится комната, достаточно просторная комната, появится спальня. Вот такое вот интересное решение. Вообще в этом доме будет достаточно много альтернативных, скажем так, вариантов планировок. Мы все смелее и смелее подходим к планированию, к устройству, к проектированию своих домов, в частности, домов Сумарокова. И этот дом, он прям напичкан различными сложными встроенными конструкциями, скрытыми элементами, балками, чтобы реализовать можно было в том числе альтернативные планировки. Вот такой проход, он первый раз, но, я как говорю, он позволит сделать здесь два входа в две отдельные комнаты, в гостиную и в жилую комнату, в спальню. И там также, естественно, останется вход в кухню. А пока это большая кухня-гостиная, классический наш вариант. И в данном случае с выходом в заднюю часть участка, в заднюю часть дома. Кухня-гостиная самая видоизменяемая часть дома Сумарокова, но и вообще наших домов, потому что кто-то хочет окна побольше, кто-то поменьше, кто-то хочет выход в боковую часть, грубо говоря, участка, например, как в Конаково мы делали, кто-то в заднюю сторону участка, как здесь, или даже спереди иногда у нас бывают двери, как, например, в Щелково. Все эти видео есть на нашем канале. Вот. И, друзья, на самом деле мы ищем новые пути реализации этого проекта, мы ищем новые смелые решения, которые у нас очень часто приходят от наших заказчиков, в том числе потенциальных заказчиков. Если у вас есть какая-то светлая идея, как мы можем реализовать ваш дом Сумарокова, что изменить сможем в этом доме, добавить, дополнить, пожалуйста, обращайтесь. И мы спроектируем и реализуем дом Сумарокова, ваш дом Сумарокова на вашем участке. И он будет отличаться, как все дома немножко отличаются, на каждом нашем объекте. Ну и давайте поднимемся наверх, посмотрим готовность армопояса под заливку бетоном. Ну вот мы на уровне армопояса верхнего этажа. Все готово к заливке бетоном. Снаружи у нас, как это обычно и в стандарте, блок газобетона, то есть не видно, что это армопояс. Внутри это У-блок, который подготовлен был на объекте, и туда заложена арматура. Армокаркас выставлен на фиксаторы на стульчике. Естественно, с наружной стороны утеплитель, чтобы сминимизировать промерзание этого узла зимой в холодное время. Немножко дождливая сегодня погода, ну, немножко моросит дождик, но это не страшно. Лучше небольшой маленький дождик, чем жара, когда бетон отдает активно свою влагу и все-таки немножко теряет прочность. Сейчас такая пасмурная погода, но теплая. Ну, почти идеальная погода, чтобы заливать бетон, укладывать бетон в наши монолитные конструкции. Это самая верхняя монолитная конструкция дома. Выше уже ничего не будет. К этой монолитной конструкции будет притягиваться мой рлат на шпильке, на химанкера. В общем, стандартное расположение, планировка, будем так говорить, несущих всех конструкций. Посередине, условно посередине, несущая стена, как в наших всех классических домах Сумарокова. Здесь у нас лестничный проем. Здесь у нас две жилые комнаты, как правило. И еще пару жилых комнат будет в этой части. Ну, об этом немножко попозже расскажем. Сейчас это можно видеть без, пока перегородок без тонких, без 150-х. Пока здесь вот рабочий процесс, да, идет. Сегодня еще уборку ребята, сегодня-завтра сделают, начнут перегородки. Снизу уже начали перегородки выкладывать. Пока дом можно увидеть, можно сказать, без крыши в таком формате open space. Пока нету ни одной перегородочки тонкой на втором этаже. Ждем миксер. Будем укладывать бетон вручную, носить в ведрах. Для этого приехали еще два помощника бригаде, чтобы бетон укладывать быстрее. И все-таки на второй этаж это достаточно тяжелое, трудное занятие. И идет достаточно медленно, если нет помощников. Поэтому два помощника сегодня приехали. И постараемся уложить бетон там часа за полтора, максимум за два. Ну и давайте посмотрим за этим процессом. Задавайте вопросы, если они у вас возникнут. А у нас впереди устройство перегородок на этом доме. Ну и чуть позже, естественно, пойдут кровельные работы. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...